привет 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 как и обещала прочитаю вам пару стихов моей мамы кератин кто-то сразу кератин заметил я расскажу сегодня где где как у кого и зачем почему а сейчас стихи для тех кто новенький и не знает так значит для тех кто новенький сейчас сразу придурка всех уберу из трансляции так отлично вроде всех убрала ну если что дайте о себе знать моя мама психолог кто не знает и она пишет стихи ну кроме стихов она пишет еще и рассказы прозы там и так далее вот но у нее стихи которые в общем помогают людям понять что они не единственные в этом мире значит первое стихотворение я его читал в прошлый раз все остальные другие новые значит сердитого лица боится счастья и мимо пролетает не задев если ты над мимикой не властен то будет независим твой удел и будешь ты идти по жизни хмуром притягивая только синяки не справился ты собственной натурой так получай заслуженные пинки да это для тех кто унывает постоянно и жалуется на жизнь так следующее а это для тех кто любит хвастаться и кичится своим богатством или чем-либо другим не надо подавать сигналов лишних не надо веселить своих врагов своим богатством хвалится лишь нищий пусть и богат он но в душе таков количеством побед своих любовных похвалится лишь тот кто не удел имел он разных женщин безусловно но кроме той которую хотел изменил он качество толпою доступных и некачественных дам и окружил при том себя молвою что он непревзойденный дунжуан тот кто умен в оратор не рвется тот кто силен не машет кулаком и пошелым шуткам вряд ли посмеется кто знает что такое мавитон кто агрессивен тот наполнен страхом кто многословен через слово врет а если на себе он рвет рубаху то значит очень дорого возьмет не выдавайте сразу ваши планы зачем так откровенно заявлять свои все потаенные изъяны и точки боевые болевые оголять да вот это стихотворение мне очень нравится тоже классная так по поводу стихов книга скоро будет я вам тут присит презентую потихонечку вот а скоро выпущу книгу к сожалению пока их найти нигде нельзя вот так что ждите ну надеюсь в электронном виде она тоже будет но сначала в печатном и сделаем презентацию вот потом очень хочу мамины рассказы написать потому что они тоже такие жизненные психологические очень хорошо отражают разные типажи людей так вот интересное стихотворение про про виноватых то что мы очень любим а вину за свою жизнь и сваливать на других людей зачем так люди любят виноватых вот перед нами виноватый муж мало его ничтожная зарплата и сразу ясно гуш его не дюж еще студентом радостно женился жена его любила души он был как есть нисколько не таился в кармане его звякали гроши что от него скажите ожидалось что напряжется вырастет взлетит его жене наверное мечталось и разгорался бурный аппетит она его лишила вдохновения своим неукоснительным нытьем беря его способность под сомнения все маялась тарелочным битьем он отравил ей годы молодые и от и до во всем был виноват сейчас они больные и седые с тоскою в свое прошлое глядят а вот жена и следующие пьесы и также виноватая во всем в ней нет ни грамма сказочной принцессы с ней скучно и уныло жить вдвоем фантазии она не зажигает все время занята она детьми готовит убирает и стирает и как-то неприветливо с людьми и муж бежал от участи проклятый к особе очень яркой и живой но снова бесконечно виноваты что не умеет быть она женой о как все в этих жизнях не срослось о как все неудачная жизнь прожили где каждый как капризный важный гость ждал чтобы его получше обслужили вот так вот да это моя мама пишет стихи это я не просто стихи что моя мама да к сожалению я стихов не пишу у меня единственный стих который написал так спасибо 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 за отзывы еще парочку прочитаю стихотворений до 2 осталось 2 3 значит да стих про льва стих про льва в мой я вот уж как не прочитаю так далее давайте знаете что вот про любовь в любви огромная загадка когда пришла она впервой и каждая в душе заплатка приносит муки вой не вой и вот уж чувство на исходе но ты как прежде ждешь любви она проклятая приходит к ленется чуть ли не на крови ты стрепенешься как когда-то как будто это в первый раз и снова следуешь за парту за бурей чувств как первый класс про нас с вами товарищ так арина можно спортсмена заказать на тело время что вы имеете ввиду кого-то надо прибить заказать спортсмена так ребят вот тоже стихотворение классное про найти когда мы с кем-то знакомимся но это не все люди такие конечно очень много и думаем совсем не то что о нас думают то есть нам кажется это называется бред отношений в психологии кому-то в худшую сторону кажется кому-то в лучшую кому-то кажется что человек в восторге от него а кому-то наоборот кажется что и вовсе что его все презирают и желают ему зла и что никому не нравится вот значит ситуация два человека он и она он она так много говорила что закружилась голова скажите мне какая сила ее в речах как пыль гнала она совсем не замечала что я не слушаю ее а все трещало и трещало вонзаясь в уши как копье я еле выдержал тот вечер я еле выжил господа надеюсь я ее не встречу нигде никак никогда она меня он с интересом слушал и так внимательно смотрел что было ясно станет мужем мечтаний я его предел я так сверкала красноречием что ни один не устоит конечно ум мой безупречен он козырь мой и мой магнит красивая я красивых много но с интеллектом я одна боюсь теперь он от восторга сойдет немножечко с ума вот про самоуверенных дам да очень интересно затронутые разные типажи личности ну на самом деле у мамы еще куча всяких интересных стихов которые будут опубликованы сможете сможете прочитать их скоро книга скоро выйдет в риге была когда мне было два года но я ничего не помню мама вообще мне психолог но пишет она стихи и рассказы кто еще не понял вот периодически бывает ну такие психологические спасибо большое очень я передам обязательно очень приятно практикующий да у нее стаж более 25 лет уже вот ну а на ребят еще выйду наверное пообщаться с вами может что-то покажу фамилия у мамы варская так что можете в интернете кстати загуглить и посмотреть посмотреть про нее информацию всем спасибо всем пока